Девушки отдыхают Нет ничего в этом мире, что помешало бы местным алкоголикам, несмотря ни на что, облюбовать парк именно по вечерам. Августовское лето в разгаре, патрули здесь редкость, слоняющиеся жители отсутствуют по причинам, описанным выше. Леха давно смирился с судьбой, уготовившей ему простенькую роль в этой жизни. Утро в непрерывном дрожании и часто безуспешный поиск хотя бы глотка влаги, которая смогла бы эту дрожь унять. Вот и сегодня день спасения не обещал. Парень бесцельно бродил по городу. Встречные мамочки с колясками заблаговременно отходили в сторону, едва кинув взгляд на его гротескную фигуру. Божья искра, подаренная каждому человеку, пока еще позволяла Лехе испытывать притупленное чувство стыда, заставляя, пусть уже и не так часто, спрашивать самого себя, что же должно произойти, чтобы он мог избавиться от всего этого. Желание вернуться к жизни, конец которой был незагорамен и даже для него был очевиден, постоянно вызывало в Лехиной голове образ какого-то другого, учителя что ли, вдруг пришедшего к нему на помощь и все изменившего. Так, погруженный в самого себя, он добрел до озера и, оглядевшись, присел прямо на газон, опасаясь справедливого гнева прохожих, которые с фырканьем согнали бы его с красивой кованой скамейки возле воды. Теплый летний день быстро сморил бедолагу, и он, свернувшись на боку, уснул неглубоким сном видавшего виды алкоголика. Очнулся Леха от звука в громкой речи, и пока спросонья не мог уловить ее смысл, инстинктивно прикрыл голову руками. Надо ли говорить, что бывало всякое? Говорили двое, какие-то мужики как раз со стороны недосягаемой для него скамейки. И что ж с того? Ты про свои пентаграммы бабушке моей можешь рассказать, а мне не надо. Я христианин, и бабушка у меня тоже христианка. Она тебе в раз такую пентаграмму на известном месте изобразит, каленым железом. Окончание фразы потонуло в яростных криках оппонента, главной мыслью которых было откровенное сомнение в умственных способностях приятеля, его бабушки и всей его семьи. Услышав привычные уху речевые обороты, Леха убрал от головы руки, осторожно приоткрыл глаза и уставился на спорщиков, явно любопытствуя. Эти ребята не тянули ни на крутых, ни на откровенных бомжей, коих Леха навидался. Одеты были неплохо, однако опыт подсказывал, что с водкой они на ты. Ну ладно, все, вижу, спорить бесполезно. Словам не веришь, а глазам? Что глазам? Темно уж! В голосе христианина, так Леха обозначил одного из спорщиков, явственно присутствовали нотки сомнения. Да это на руку. Костер разведем. Вон в парке площадки перед бомбоубежищами бетонные. Расположимся. Мне рисовать-то уголек нужен, остальное в голове. Да давай! Христианин точно хотел избежать вопроса про слабо. Вот только третий нужен. Как свидетель. А то спор без судьи... Леху раздирали очень противоречивые чувства. С одной стороны, отточенная годами чуйка звонила во все колокола, буквально вопила о том, что вот он он. Шанс выпить на халяву столько, сколько осилит. Но стройный звон перебивал набат, бивший еще внутри неандертальцев, при приближении невидимой, но ясной угрозы. Но мир, особенно Лехин мир, не меняется. Уже приняв решение и мысленно выстроив начало разговора со странными мужиками, он вдруг осознал, что споры прекратились. Что уже темно и тихо. Что он в известном всему городу злачном месте и что самое ужасное. Два разбудивших его мужика неотрывно в упор смотрят на него. И уже минуты две. Отцепенение надо было как-то сбросить. И Леха сел. Здорово, бродяга. Сатанист заговорил первым. Привет, мужики. Прокаркал Леха и поймал себя на том, что тоже неотрывно смотрит на них. Прям кролик и два удава. Что скажешь? Тут больше и нет никого. Третьим будешь? Я, мужики, и в спорах-то ничего не понимаю. Да уж, конечно. Оба как по команде заулыбались. Нам оно и не надо. Просто посидишь, посмотришь, а уж потом выскажешься. Болею я. Сильно. Сказал и подумал, не рановато ли. Однако улыбки стали еще шире. Этого и до твоего пробуждения ясно было. Давай так. Берем три беленькой. Мы тоже не прочь. Тем более такое дело. И потом не обидим. На утро тоже будет тебе лекарство. От подобной щедрости сатаниста у Лехи вдруг резко улучшилось настроение. Набад затих совсем. Набад затих совсем. И он, опасаясь отказа, в последний момент резко вскочил на ноги. Ну хорошо, а кто сбегает? Ляпнул первое, что пришло ему на ум. Костя, ты как? Да без базара. А ты, Ген, пока с... Как тебя зовут-то? Лехая. Познакомились. Ген, ты с Лехой ищи местечко, а я потом наберу, где вас искать. Костя поднялся со скамейки и спокойным шагом двинулся в сторону ближайшего магазинчика. Благо, до него всего квартал, как помнил Леха. В мечущемся в предвкушении эйфории сознания его уже четко рисовалась картина пьянки с чудиками, явно слегка повернутыми на противостояние сил добра и зла. Да и хер с ним! Эта торжественная фраза, всегда венчавшая большинство Лехиных размышлений о жизни, вновь оказала ему услугу, окончательно развеяв страхи и сомнения. И в самом деле, не впервой, не с такими пил. Алкоголь ведь всегда шаг в неизведанное. Гена с Лехой бодрым шагом углубились по тропинке в парк. Несильный ветерок шумел по верхушкам деревьев. Внизу же, среди кустов по пояс, было тихо и мирно. А вы местные? Леха хорошо знал, что молчать с такими благодетелями не стоит. Обидится еще. Гена, шедший впереди, повернул голову вправо, пристально высматривая местечко, и почему-то не ответил. На краткий миг глазам Лехи предстал образ чего-то темного, плотно окутывавшего фигуру Гены с головы до колен. И лишь один глаз его головы, по-прежнему смотрящий направо, ярко блестел, отражая скудный свет фонаря, чуть ли не единственного работающего в парке. Так я интересуюсь, это местные вы или нет? Гена резко остановился. Леха едва успел затормозить. Сатанист стоял лицом и в упор смотрел на опешившего Леху. Здесь. Коротко, без интонаций и уже без широкой улыбки. Рукой он указывал на сидящий прямо в земляной насыпи бетонный оголовок ржавой железной двери со штурвалом. Такие Леха видел на картинках про подводные лодки. Вот здесь и расположимся. Ладно, я пойду дров поищу. Он помнил про костер. Неожиданно Гена улыбнулся. Да ты не Дреев. Задумался я просто. Местные мы, можно и так сказать. Разговоров еще хватит впереди. А насчет дров это ты молодец. Соображаешь. С легкой гордостью от своей сообразительности Леха пошел между двумя бесформенными кустами и принялся собирать сучья. Какие-то обломки досок и все, что на его взгляд могло служить топливом для костра. После третьего захода кучка натасканного им стала внушительной, и Гена запалил чуть в стороне от нее костер прямо на бетонном полу, ведущем к уже описанной двери. Зазвонил телефон. Гена кратко объяснил Косте незамысловатый путь к месту их ночной посиделки, и вскоре из темноты вынурнул христианин с двумя приличными пакетами в руках. А вот вам и оно! Фраза невольно вызывала заговорщицкие улыбки на лицах двух мужиков, собравшихся тихой августовской ночью под костерок хорошо выпить и закусить, попутно решив в присутствии незнакомого парня окончить свой давний, по-видимому, спор. Не улыбался только Леха. Он готов был поклясться, что Костя, выходивший к ним по тропинке, на мгновение тоже оказался в одеянии от головы до колен, только ослепительно белым. Но ничто, как уже и говорилось, не может остановить алкоголика, когда «а вот вам и оно в такой близости». Не обратил Леха внимания. Не обратил. Тут же забыл увиденное и тут же принялся суетиться с организацией застолья. Притащил кусок крепкого еще бревна, чтобы было на чем сидеть, фанерку для стола, глянцевый толстый журнал «Невесть», откуда взявшийся постелить на импровизированную скамейку. Не впервой же? Да, ребят? Этот вопрос он и задал ребятам, втайне надеясь завязать наконец-то разговор и хотя бы им компенсировать доброту новых знакомых. Гена и Костя переглянулись, затем дружно кивнули головами. Сатанист подбросил дров в костер, все степенно уселись на бревну и, не откладывая в долгий ящик, приступили к поистине ритуальному разливу водки по пластиковым стаканчикам. Кратенько, за знакомство. Хотя ты, Лех, извини, конечно, человек конченый. Промелькнуло, вот тебе и христианин. Но тут же исчезло. Еще трясущейся, но уже более уверенной рукой он поставил опустошенный стаканчик на фанеру, подцепил из банки кусочек сайры в масле, положил на кусок хлеба и впервые за два дня съел хоть что-то более калорийное, чем вода. Жизнь хоть на краткое время налаживалась. Ну что, Ген, уголек-то уже есть вроде? Когда начнешь, а то, судя по Лехиной физиономии, он и смотреть-то скоро не захочет. «Э-э-э, Лех, парень исполнительный, обещал сделать, да, Лех?» Угрозы в голосе сатаниста не было. Но даже не обладая тонкой душевной организацией, Алексей уловил суть вопроса. Радуясь, наконец-то, появившемуся к его персоне вниманию и желанию этих мужиков поговорить, он радостно заявил. «О чем речь? Вы со мной по-человечески, я тоже. Что я должен делать? Только эту пинг-то... В общем, граммы эти я рисовать не умею». Алкоголь хорошо развязывает язык, и Леха, видимо, много чего еще хотел высказать случайным собутыльником, но его прервали. «Тебе и не надо. Просто сиди и смотри. Если мы все увидим одно и то же, либо не увидим ни хера, твоя задача будет рассудить наш с Костей спор». Гена для наглядности показал пальцем на христианина, и в этот момент все трое отчетливо услышали громкий хлопок. Одинокий фонарь погас. Мир резко сузился до света костра в окружении темных кустов и бетонной стены бомбоубежища с дверями. «А какой спор-то?» — попытался разрядить обстановку Леха. «Тут все просто. Мы с Костей друзья давно, несмотря на разногласия по религиозным мотивам. Константин, человек верующий, при этом утверждает, что сатану увидеть нельзя. Я же готов доказать обратное. Я сегодня ночью прям здесь его и вызову. Костя убедится в реальности сущности, противоположной его богу, и таким образом вера его укрепится многократно. И это будет наградой за выигранный мною спор. Ты его выиграй сначала!» Азарт Кости начал проявляться параллельно с количеством выпитых стаканчиков. Все трое не забывали наливать напиток смелости. «Здорово, хотя и непонятно». Леха радовался, что ничего сложного в этом задании нет. «Я готов. Когда начнем?» «Уже рисую, пейте пока. Мне сосредоточиться надо». Сатанист чуть в стороне начал рисовать какие-то знаки на полу и стенах, бормоча при этом себе под нос что-то уж совсем Лехе непонятное. Он не переживал, ему было хорошо. «Теплая летняя ночь, свежий воздух, вроде не злые собутыльники, дым от костра. Он просто жил сейчас, и все казалось радушным. А завтра? Оно когда еще будет?» Пьяненькая легкая улыбка кривила его губы. А соловевший взгляд перемещался от костра к закуске, к еще непочатым бутылкам, к лицам чудаков-полуношников, скользил по рисункам на бетонной стене и в конце концов уперся в дверь. Ее не было. В толстенной бетонной стене зиял лишь проем темнее всего, что он видел на свете. И еще Леха впервые в жизни почувствовал, что такое паралич. Настоящий. Заставший его в такой вот позе, не позволяющий пошевелить ничем, даже уже невольно трезвеющими глазами. Неотрывно так он и смотрел в темноту. И темнота ответила. Она зашевелилась и постепенно стала выползать наружу. Из Лехиных глаз покатились слезы. Он искренне пожалел, что опять вот встрял во что-то, возможно, что это последний раз. Кожей ощущал он дикий ужас, исходящий от тьмы, уже клубившийся возле двери с этой стороны бетонной стены. Периферийным зрением Леха видел оцепеневших спорщиков, явно находившихся в том же состоянии. И еще он вдруг понял, что это нечто, не имеющее никакого отношения ни к Богу, ни к дьяволу, ни к предмету ночного спора его новых друзей. Само зло, древнейшее и беспощадное, явилось не к ним. К нему, пьянице и пропащей душе, в ответ на его просьбы изменить его жизнь. Тот самый учитель. Своих желаний, как понял в этот момент Леха, действительно надо бояться. Паралич не проходил. Внутри себя Леха уже попрощался с этим светом, с еще живой старенькой мамой, которой он принес столько горя в жизни. Мысленно перебрал лица и события, и в этот момент темное облако стало меняться, обретая черты человека в балахоне от головы до колен. Осталось лишь там, где должно быть лицо. И существо начало движение. К Лехе. В голове парня неожиданно стали возникать разные образы. Их невозможно было ухватить, зафиксироваться на чем-либо. Что-то то жуткое, то прекрасное, даже неведанное им. Словно вся история обреченного человечества промелькнула и... Где? В мозге алкоголика Лехи, видевшего в жизни так мало. Словно гость подбирал ключик к языку, который Леха поймет. И возникло. Урок 1 Молчание Окутанная облаком ужаса, который, наверное, можно было потрогать, фигура гостя медленно переместилась к сатанисту. Гена безумными глазами смотрел на происходящее. А что он мог еще сделать? Не пошевелиться, не сказать, не моргнуть и не отвести взгляд. Принять, как есть. Голос. Глухой голос из неведомых глубин жути, о которой знают все люди, но не все верят. Возник в голове Лехи, все так же неотрывно смотрящего на фигуру зла. «Ты хотел учиться? Смотри же! Этот смертный нока говорит о том, чего не понимает. Хочешь учиться? Научись молчанию!» После чего, медленно, словно растягивая специально для Лехи этот момент, существо оторвало Гене правую руку и засунуло в открытый было в крики рот сатаниста. «Теперь он будет молчать!» Гена так и остался сидеть прислоненным к стене аккурат под пентаграммами, нарисованными им кусочком угля. Он был мертв. Лишь глаза, открытые и наполненные болью, ужасом и непониманием, говорили Лехе, что его сатанинский собутыльник только что был жив. «Меня-то что ждет?» Только и мог подумать парень, прежде чем новая огненная надпись высветилась в его голове. «Урок 2. Не слушай лжецов». Фигура переместилась к сидящему на бревне Константину. Христианин, помимо невольно льющихся слез, пустил из носа здоровенную соплю. Леха понял, что это единственное, что тот мог сделать, глядя на свою смерть, медленно и неумолимо плывущую к самому лицу несчастного. «Этот смертный лгал тебе и лжет в себе». «Учись не лгать». В костер полетела с хрустом оторванная голова кости. Запах паленых волос, кожи и мяса заполнил ноздри уже полуобморочного Лехи. Такой он помнил, когда бомжи с соседнего двора полили крыс в подвале его дома. «Все, что он хотел, это отключиться. Не видеть, не слышать, не ощущать ничего, только бы оно ушло. Потому что за последние мгновения к нему пришла всего одна мысль. Он третий. И уроков, наверное, будет тоже три». Блики у гасающего костра метались по стенкам и кустам. Фанерка с парой так и неоткрытых бутылок и нехитрой закусью одиноко светилась в них. Леха, почувствовав, что паралич прошел, кулем свалился назад за бревно и, наконец, потерял сознание. Очнулся Леха от звуков громкой речи и, пока с просонья не мог уловить ее смысл, инстинктивно прикрыл голову руками. «Надо ли говорить, что всякое бывало?» Говорили двое. Какие-то мужики как раз со стороны недосягаемой для него скамейки. «Сон! Господи, это все был сон!» Леха вскочил, словно бабушка Константина окатила его кипятком из ведра. «Эй, парни! Гена, Костя! Мой вам совет, ребят, не оставайтесь сегодня в парке!» В вихре нахлынувших чувств Леха не осознавал, что спорщики с немым удивлением смотрят на опустившегося человека, еще минуту назад спавшего прямо на газоне. «Никто из вас, ребят, не выиграет этот спор!» «Мы что, знакомы?» Гена обращался, словно ко всем на свете, с просьбой объяснить неведомое знание какого-то алкаша. Открыв было рот, чтобы продолжить задавать резонные вопросы, он вдруг осекся. Леха стоял словно статуя с закатившимися глазами и обращенными в сторону парка лицом. «Урок 3. Живи не для себя!» Огненная надпись жгла Леху, наконец понявшего, что спасти в этой жизни можно не только себя и собутыльников. «Я иду к тебе, мама. Я не выпью больше ни грамма. Я не выпью больше ни грамма». Ржавая дверь со штурвалом медленно закрылась. Тьма ушла. Но она ждет. Ждет, когда вы позовете ее. Субтитры создавал DimaTorzok